Привет, ребят! С вами Берис. И вы на моём канале смотрите очередной мой ролик. И знаете, на самом деле, сегодня я решила, что настало время старитаймов хоть каких-то. Даже не то, что старитаймов, скорее, как всегда, моих типичных размышлений. Это то, что я люблю, это то, что я обычно делаю. Но последние ролики все были на рисовательную, художественную тематику. Поэтому надо чуть-чуть, наверное, дать вам перерыв, а то я вас совсем разбалую. Но далеко от этой темы мы всё равно одним идём. Уже, кстати, прошла большая часть, почти большая часть июля. Лично для меня это довольно много. Я не думала, что Лена будет так быстро идти. Я даже не успела ещё покупаться в море, хотя хотелось бы. Но да ладно, это я уже что-то о грустном. Давайте перейдём всё-таки к теме, а то я совсем забылась. Как вы поняли из названий, сегодня буду говорить о частой проблеме художников. И вот что это за проблема? На самом деле, многие не совсем понимают, о чём я буду говорить. Потому что, наверное, представляются какие-то художественные проблемы в арт-комьюнити, арт-сообществе. Но сегодня мы будем говорить о нашем, ребят, здоровье. Да, я не думала, что только что-то такого, что буду делать ролики про здоровье. Но знаете что? Внезапно, абсолютно недавно, буквально месяц назад, даже нет, два месяца назад, я поняла, что у меня очень сильно падает зрение. И я была единственным художником в своей компании, который не носил очки. Я гордилась этим просто потому, что, ну камон, у меня, видимо, настолько крутое зрение, что оно не падает, несмотря на то, что я очень много рисую в сравнении с другими знакомыми своими. И вау, у меня буквально абсолютно все знакомые художники носят очки. Может, не на постоянной основе, но хотя бы одевают их, когда нужно рисовать или что-то смотреть. И, в общем-то, я заметила ухудшение зрения и думаю, ладно, не страшно. Чуть-чуть оно, конечно, просело, но в целом же все хорошо, да? Да? Но под конец июня на самом деле все очень сильно испортилось. Я перестала нормально видеть. И теперь я могу сказать, что я официально скоро присоединюсь к клубу очкариков. Я, конечно, еще не купила очки, я только планирую. Хотя, скажу честно, я не очень хочу. Вот, знаете, есть люди, которым идут очки, да? То есть, ты смотришь на них и думаешь, блин, какой он красивый и в очках, наверное, и без. А вот я не из тех людей. Я думаю, что очки мне не пойдут. На самом деле, я максимально сильно сопротивляюсь этому, но зрение действительно очень сильно падает. Я буквально уже не вижу некоторые надписи буквально в метрах 5-6 от меня, что раньше было для меня абсолютно нормой. И приходится очень сильно напрягать глаза. Я думаю, что это все связано с тем, что я очень много рисовала последний год. Потому что именно недавно все начало ухудшаться. И, как видите, даже довольно сильно прогрессирует. Как бы не хотелось, конечно, это говорить. И вот я начала думать, а что изменилось-то за этот год? Да, я, конечно, стала больше рисовать, потому что, ну, мне нужно развиваться. Я хочу развиваться, да? Но вроде как ничего не изменилось. Я как сижу у компьютера, так и сидела. То есть, ну, ничего, правда, не должно было поменяться. Но потом я вспомнила, что ко мне же приехал мой экранник. И я теперь как человек с экранником. Я боюсь, в общем-то, что экранник мне сильно испортил зрение. Он довольно часто у меня стоит на 100% яркости. Опять же, иногда я просто забывала ее понизить. Теперь же я уже стараюсь держать ее в себе стабильно хотя бы на половине. Но когда стримы, приходится ее там подкручивать все равно чуть-чуть. И на самом деле это очень сильно заметно, что я начала терять зрение. Потому что даже на стримах, я играю в игры на стримах на Твиче, да, заходите. Но я начала тупить очень сильно. И я понимаю, что некоторым это не нравится. Но я ничего с собой не могу поделать. Потому что без шуток, без рофла я просто реально не вижу. Иногда я прыгаю. И мое зрение смотрит только на персонажа. А нужно смотреть еще и в другие стороны. Я могу не увидеть, как на меня кто-то напал. Я не могу не увидеть, что нужно прыгнуть в эту сторону, а не в ту. Я могу упасть, потому что я не вижу, куда прыгнуть. И это, наверное, уже достаточно сильная проблема. И знаете, ребята, я хочу сказать, что не будьте такими беспечными, как я. Да, я знала, что рано или поздно мое зрение начнет падать. Учитывая, что я постоянно сижу у компьютера. И это профессия у меня такая. Я художник, который сидит у компьютера, делает ролики, рисует, бла-бла-бла. Ну, в общем, вы поняли. И если вы планируете работать в этой сфере, развиваться, начните, в общем-то, соблюдать ЗОЖ. Ну, то есть садитесь подальше от компьютера, не ставьте большую яркость и все такое. Да, на самом деле я просто сделала ролик про то, что у меня портится зрение. Потому что, знаете, я на самом деле очень сильно из-за этого переживаю. Мама меня заставляет покупать очки, а я даже не знаю, какую оправу мне нужно брать. Потому что, да... В общем, да, скорее просто делюсь с вами переживаниями. И я надеюсь, что вы не будете такими же глупыми, как я. И будете следить за собой, за своим зрением. Пожалуйста, ребята. Честно говоря, очень неприятно, когда ты не можешь рассмотреть то, что раньше ты спокойно видел. Так что, да. Держу за саму себя кулачки. Ну, и, в общем-то, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно заходите на Твич. Потому что я там стримлю не только по расписанию, да. А еще, если вы досмотрели до сюда, хочу сказать, что на Ютубе стримы тоже будут. Почему? Вот вы должны прийти на следующий стрим, который будет в среду. В эту среду. Да-да. На Ютубе. И вы узнаете, почему. Почему так получилось. Всех люблю. Всех целую. И всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!